Вот она оттуда идет, с того столба, и до этого дерева. Как раз это дерево мы уберем, и здесь будет вот так вот продолжаться вот это все местно, будет продолжение, будет плитка установлена. В прошлом году сотрудники Дома культуры Альянса и жители Тахтуева решили, что пора бы обновиться от памяти и славы, который находится на территории данного учреждения. А именно, выкорчевать старое и сохшееся дерево и на его месте установить памятник сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для этого составили необходимые чертежи, эскизы, смету и заявились на конкурс проектов инициативного бюджетирования. Благую идею поддержала не только Соликамская администрация, но и компания «Уралкалий». Мы собрали эти деньги благодаря «Уралкалию», благодаря территориальному сектору, благодаря нашим жителям. Спасибо большое всем, кто был неравнодушен и кто согласился на наше предложение. Иными словами, помогли выполнить главные условия программы «Инициативное бюджетирование» – собрать 10% требуемой суммы. Предприятие по инициативе депутата Думы Соликамского городского округа Дениса Тонких выделило львиную долю этих денег. В этом году в нашем округе будет реализовано 9 проектов инициативного бюджетирования на сумму 10 миллионов. 5 из них в моем округе. Компания «Уралкалий» помогла в сборе средств по 4 из 9. А именно тем, которые прошли отбор в рамках краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования. Изготовление и установка памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селе Тахтуево – это не просто реализация проекта. Для жителей это память о Великой Отечественной войне. Их, у кого родители, у кого деды погибли на войне, и для них это память. Как-никак, это сейчас, тем более в нынешнее время, это надо поддержать людей. Напомним, программа «Инициативное бюджетирование» действует в крае с 2017 года. По правилам участники разрабатывают проект, просчитывают траты, затем проходят конкурсный отбор. За это время в Соликамском округе реализовано более 20 проектов. Четыре проекта в этом году поддержала компания «Уралкалий». Это два проекта на клестовке, благоустройство территории и продолжение в том числе пешеходного перехода через трубопровод. Проект детской площадки в селе Касип и проект обустройства памятника в селе Тахтуево. Памятник павшим воинам появится в Тахтуевском саду уже в сентябре этого года. Рядом разместят скамейки. А пока желает неравнодушным жителям успехов в реализации задуманного Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль ТВ.